Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть вопрос в том, что у человека, автора вопроса, мучает чувство меню по отношению к сыну. Человек пишет, что разошлись с его отцом, когда сыну было 3,5 года, воспитывал обман. Больше всего мучает, что часто была холода к нему, в детском и младенческом возрасте. Пару раз отшлёпал его, маленького, из-за накопившегося гнева, отдавал его в детские лагеря, хотя он этого не хотел. Просился остаться домой, мало уделял внимания, иногда приводил его мужчин, хотя мой ребенок испытывал стресс. Сейчас всё в порядке, он учится на врача в УЗИ, ему 20 лет, он спокойно уверенный в себе человек, но у него есть обиды на меня. Я не знаю, как преодолеть мое постоянное собственное осуждение себя за то, что я так себя была безобразна в его детстве. Никак не могу себя простить. Смотрите, здесь история следующая. Ну, поскольку у него есть на вас обиды, а у вас есть всё справедливо, вот. То, конечно, идеальным вариантом было бы, чтобы вы вместе, вдвоём, обратились к семейному психологу, вот. Для того, чтобы вам помогли немножечко так покоммуницировать на эту тему, да, вот. Высказаться, выговориться, чтобы он узнал вашу историю, вы узнали какую-то его историю, да, его взгляд и так далее. Потому что, ну, так бывает часто, что именно эти дети не видят в своих родителях людей, вот, требуя от своих родителей быть только родителями. А это, как бы, ну, не очень возможно, потому что родители, в принципе, люди, да, и, в общем-то, имеют какие-то свои и особенности чисто человеческие, и проблематику чисто человеческую и так далее. Это первое. Вот. Поэтому самый лучший вариант для вас, это вот вместе с сыном, как бы, психологу, да, и, значит, соответственно, пройти семейную, так сказать, терапию, да. Она заключается в определенном направлении диалога, да, определенном направлении беседы, то есть, как бы, вот, и, соответственно, это позволит вам освободиться. Дальше. Как избавиться от чувства вины, с одной стороны. Самый лучший способ, это, собственно говоря, попросить прощения, то есть, ну, про это измениться. Самый такой вот, очень прямой способ, да. Искренне, от всего сердца, от своей души, если угодно, попросить прощения. Про то, что мы сделали. Потому что, когда я извиняюсь, я, как бы, признаю свою ошибку. Да, вот. И, соответственно, вот этот вот момент проживания, признания своей, собственно, ошибки, ну, вот, позволяет избавиться от чувства вины. Я не знаю, просили вы своего сына прощения, нет. Судя по тому, что у него есть обиды на вас, очевидно, что нет. Вот. Или, по крайней мере, не так, да. То есть, как бы, вашу историю он, скорее всего, не знает. То есть, вот, вопрос, да, в том, разговаривали ли вы с ним, вот, так вот, как-то, ну, можно сказать, по душе, да. То есть, вот, такой аспект, он очень, на мой взгляд, важен. Следующее, 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 на что важно обратить внимание, на мой взгляд, это на то, что... Вот, то, как вы себя вели, да, то, что вы делали, это не является чем-то прям совсем уж таким, ну, это плохим. То есть, ну, для сравнения, как бы, есть куда более неприятное, куда более тяжелое, скажем так, поведение родителей, да. То есть, у вас тут, вот, при вашей ситуации, да, в принципе, более чем адекватное поведение. Но, смотрите, вы делали, в принципе, то, что хотели. То есть, вы, ну, проживали свою жизнь, да, в принципе, и сейчас проживаете тоже. То есть, я имею в виду, что, ну, хотелось вам, там, мужского внимания, ну, приводили вы мужчин на себя, да. Хотелось вам, там, как-то гнев сбросить, но вы его сбрасывали, сбрасывали. То есть, мы сейчас не говорим о том, правильно это или нет, мы говорим о том, что была некая эмоциональная жизнь у вас, так скажем. И почему-то, почему-то, вы сейчас начали это обесценивать, да. То есть, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вот вам было важно жить так, как вы живете, вам было важно, ну, реализовывать, вот, свои потребности. Так, как вы, ну, как вам этого хотелось, вот, но потом что-то изменилось. То есть, как будто бы на передний план, да, вышло вот что-то другое для вас. На мой взгляд, нужно в первую очередь разобраться, а чего поменялось-то? Вот. То есть, в какой момент вам стало вот, ну, важно то, о чем вы говорите? Ну, ребенка вы стали больше любить? Ну, я сомневаюсь. Вот. Приоритеты, жизненные ценности изменились у вас. Да, такое может быть, конечно, но получается, что не просто изменились ценности ваши, не просто изменились. А получается, что в связи с тем, что ваши ценности изменились, в связи с этим, вы, как бы, стали требовать от себя, чтобы в прошлом вы вели себя в соответствии с этими новыми ценностями, которые у вас, ну, появились, образовались, так скажем. Вот. А почему-то вы требуете от себя этого. Хотя, когда у человека, ну, ценности, вот, меняются, да, он может только в будущем и в настоящем что-то менять. Он, ну, он не может изменить себя в прошлом виде, почему-то требует этого. Вот. И вполне возможно, что за вот подобной, ну, за подобной моделью поведения вашего, вполне возможно, есть, ну, например, страх. Страх. Например, страх. Страх, допустим, остаться одной, к примеру. То есть, вы вот можете, там, грубо говоря, да, бояться одиночества, например. То есть, вы вот в какой-то момент начали бояться одиночества. То есть, ну, вот вы, как бы, вот, получается-то, ну, как-то вот не встретили, да? Мужчину отношения построить у вас не получилось, скажем так. Ну, вот, у вас не получилось построить отношения, и вы можете начать, в принципе, бояться одиночества. Если это так, то вот этим, как бы, страхом одиночества есть продиктовано важность чувства вины. Вот. Следующий важный момент заключается в том, что чувство вины возникает, ну, помимо вот некой такой обесценивающей тенденции по отношению к тебе, чувство вины возникает еще, когда человек подавляет свои зло. Вы говорите, например, что у меня вот был гнев, да, вот, ну, вот, был гнев. Именно гнев у меня был. И заработал это, ну, да, вот это, да, вот такая история. Вот. И, в общем-то, здесь вы демонстрируете неумение свое, вот именно вот свое неумение обращаться со злостью своей. Вот. То есть, я злюсь, а что, как бы, ну, что с этим делать? Что с этим делать? Я не знаю, как вы говорите в данном случае. Вот. Это, конечно, очень грустно с одной стороны. В другой стороне это, ну, означает, что вам необходимо учиться, учиться с злостью обращаться. Вот. То есть, без умения обращаться со своей злостью, я бы сказал, что отношения с вашим сыном не наладят. Потому что отношения в первую очередь это, ну, личные границы между вами и, ну, человеком, так сказать. Вот. Понимаете, да? Поэтому тут вот ситуация, ну, такая вот она. Очень важно, что вы, как бы, пытаетесь, значит, как-то вот, ну, от своего сына, может быть, да? Отстраниться. Вот. Вы пытаетесь от своего сына как-то вот подалиться, пытаетесь для него, короче говоря, кем-то быть, ну, быть кем-то вот правильным. Сначала вы держались от него в стране, например, чтобы, наверное, переживали развод и так далее. Сейчас вот вы, наоборот, испытываете чувство вины. То есть у вас проблемы с собственным позиционированием по отношению ко сыну. Вот. Это очень, ну, бросается на глаза и, соответственно, это то, с чем тоже нужно работать. Вот. Ну и, наконец, число вины является производным от того, что, ну, как бы, что вы не смогли, вот, ну, построить отношения. О том, вашего ребенка, что вы потом, получается, не, ну, вот так вот и остались одна, получается, да? То есть, как бы, новых отношений вы не построили. Судя по тому, что ваш сын испытывал стресс от того, что, ну, вот, вы приводили мужчины, как бы, да? Да, это говорит о том, что, ну, в общем-то, присутствует тревожность, что у ребенка присутствовала тревожность. И, скорее всего, тревожность передаваясь ему отрывал. И, соответственно, нужно вам, ну, как мне кажется, наверное, вот, и, значит, с, ну, вот, как бы, с вашей, вот, тревожностью, да, работать. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. То есть, что такое тревожность, что в данном случае, это, ну, реакция, скажем так, на определенную угрозу. То есть, когда, когда я вижу честую какую-то угрозу, ну, вот, не знаю, как мне реагировать, и, соответственно, испытываю тревогу и страх. Ну, вот. Я думаю, что довольно редко вы выражаете свои числа. Вот, я так и думал. И, соответственно, мне кажется, что вам, в первую очередь, нужно разобраться в своих числах, в том, что вы ощущаете. И учиться это адекватно выражать. Ну, и признать, что есть вот некий элемент, так сказать, злости у вас, да, некий элемент тоже может быть какой-то обиды. И, соответственно, как бы уже вот, ну, исходя из этого, да, там, с тебя разбираться. Вот, так, по крайней мере, мне кажется. Вот, с этим, ну, с этой позиции. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Продолжение следует.